Мы сегодня поговорим о как преодолеть страх смерти или как победить смерть. Вы, наверное, хорошо знаете, что смерть пришла в этот мир из-за греха первого человека. С самого начала было так запланировано, что человек никогда не умрет. Что значит, что он никогда не умрет? Это не значит, что он будет всегда жить в этом теле и там будет жить бесконечно. А имелось в виду, что переход из одного состояния в другое, более высокое состояние, это называлось смертью. То есть человек был сотворен, как известно, в райском саду. Оттуда он перешел, должен был перейти в субботу в рай. А это не то же самое. Я знаю, что люди на это не обращают внимания, но обратите внимание, он есть рай, а есть райский сад. Это не то же самое. Когда вы посмотрите на стихи истории, то вы увидите, что там сказано, что человек был создан в раю, его перевели в сад, а потом он должен был вернуться в рай. Это разные вещи. То есть мы говорим о разных уровнях проявления этого мира. Вы, наверное, все хорошо понимаете, что нет никакого рая, никакого сада, там нет ни птичек райских, и деревья не растут, и яблочки не цветут. Это все аллегории. На самом деле, конечно, все это не существует. А имеется в виду, это уровни проявления этого мира. И вот человек был создан таким, что он был создан в пятницу, то есть Йом-Шиши, и он должен был перейти в субботу на более высокий уровень своего существования. Этот более высокий уровень называется рай. А для того, чтобы он перешел на более высокий уровень, он должен был сначала находиться в саду, как бы. А почему это называется сад, а не там, не как-то по-другому. Потому что в саду он должен был что-то там работать, выращивать, изменять. Сад – это такое место, где вещи меняются. Ты кладешь зерно, оно становится, скажем, цветком, или становится деревом. И вот этот переход из одного уровня на более высокий уровень, он назывался смерть. Это все было очень хорошо, но когда первый человек согрешил, то вот в эту радость смерти он начал воспринимать как трагедию. Я понимаю, что то, что я сейчас говорю, это трудно очень осознать, восприять, воспринять, согласиться. Потому что это у нас естественное, если к этому отношение, если мы всю историю, всю жизнь воспитаны, это все ассоциации у нас с этим связаны. Но немножко-немножко, мы можем это понять чуть-чуть, если мы посмотрим, например, допустим, есть такие культуры, где, когда девушка выходит замуж, то для них это как бы трагедия, это плач такой. Все плачут, вот она там выходит замуж. Есть на это некогда такое немножко, как бы... Вы это, наверное, все видели, знаете хорошо, и без меня, когда часто на свадьбах плачут. Есть иногда даже там такая тихая, такая немножко грустная музыка там, вот невеста идет к венцу, и там это все, это немножко, есть такая такая, как бы налет грусти. И плачут не от радости. Бывает, часто плачут от радости, да? Но иногда есть такое, что плачут не от радости, от переживания. Это даже, помните, у Лермонтова есть в поэме «Демон». Я не знаю, как по-русски называют. Как он у Лермонтова этот «Демон»? Да, так он и называется «Демон». Да-да. Когда там Тамара должна была выйти замуж, и замуж, так он, увы, наутро ожидала там Тамару, она ее наследницу гудала, она там такая плясала, и она такая, и вот наутро ей будет плохо, она будет женой там подвластной и так далее. Есть какое-то, что-то такое грустное в свадьбе. И вот представьте себе, что вдруг бы начали свадьбой пугать людей, говорить, если ты так себя поведешь, в конечном итоге ты женишься, ты вот увидишь, вот что с тобой будет. Вот ты такой человек, вот в конце ты женишься, посмотришь, да, тебя ожидает свадьба. Понимаете, что это слово «женишься», «свадьба», это все у нас будет ассоциироваться с чем-то плохим. Как тюрьма. Потому что это все вещи, которые в принципе связаны с коннотацией, само-то слово, оно бессмысленно. Любое слово, оно бессмысленно. Весь вопрос, что для вас это слово значит. Если вы на иврите скажете кому-то, что он баран, они не поймут, ну, почему баран, не знаю. Скажите ему, что он осел, вот он это поймет, да. А вот баран, он не понимает. Скажите, как по-русски кому-то, там, ты лошадь. Почему я лошадь? Ты какой-то дурак, да. Понимаете, то есть, это именно в России слово «баран», оскорбительное слово, там, на… А в других странах это совсем не так. Или там «козел» в России говорят. В Израиле это совсем не так. И не только в других государствах, но и в других культурах. Само слово, оно бессмысленно. Любое слово приобретает смысл только в коннотации. И вот слово «смерть» — это наша коннотация, хотя она во всех языках, во всем мире это плохое, но это связано с нашим восприятием. А в самом начале смерть — это была радость, это было благо. Какой, ой, как здорово! Вот он умрет, и он сейчас перейдет в другой мир. Как будет хорошо! И вот потому, что человек согрешил, слово «смерть» и не слово «смерть», само понятие «перехода в иной мир» стало для нас очень травмирным, очень тяжелым, очень плохим. Ассоциацией с чем-то самым плохим, что с тобой может произойти — смерть. А почему это так? У нас мы воспринимаем переход в иной мир не как радость и как счастье, а как трагедию. Потому что суть греха первого человека была в том, что он как бы разделил, расчленил миры. До греха первого человека весь мир — это было одно целое. И были уровни, переход из одного в другой. Были, конечно, но между ними не было пропасти между этими мирами. Это были переходы плавные. То есть это не было что-то такое, как два разных мира. То есть жизнь после смерти и жизнь в этом мире — это, в принципе, как бы разные уровни одного целого. Так это было, вот так это воспринималось. И вот только потому, что человек согрешил, то получилось как бы два разных мира. Вот в разный мир, вот в тот мир, который мы не знаем, что там происходит, вот мы его боимся, там все темно, там плохо, там что-то с нами будет делать, там неизвестность. И вот мы боимся этой неизвестности. Что там будет? Там будет плохо, нас пугают этим. Будет намного хуже. То есть когда ты станешь вдруг слепым, это плохо. То есть ты в темноте, ты представляешь этот будущий, грядущий мир, как что-то плохое, как что-то ужасное. Даже если ты его будешь представить как хорошее, да, там как здорово, там все так прекрасно, так здорово, но тем не менее он для тебя совершенно непонятный. И ты понимаешь, ты знаешь, что на самом деле ты не знаешь. Хотя там тебе объясняют, говорят, там райский сад, там будут 72 девственницы, там как говорят мусульманам, или там у тебя будут реки с медом, там молоко и виной будет течь, и ты будешь счастлив. Мы в этом не верим, и если верим, то мы понимаем, что что-то здесь не то. То есть ты не полагаешься на это. И тебе лучше то, что ты сейчас здесь знаешь, чем те, что будет там, там будет хорошо. Оставьте меня здесь, я не хочу туда, мне здесь хорошо. Если можно было остаться здесь навсегда, я бы предпочитал, так человек думает, чем идти туда, где тебе что-то будут обещать, что будет хорошо, кто знает. И поэтому люди боятся, и для них смерть это ужасно и так далее. Но основная проблема, это в том, что мы воспринимаем вот эти духовные миры как что-то иное для нас, что-то чужое, что-то неизвестное. И вот поэтому нам это, смерть нам страшна. Мы боимся смерти. Это наш инстинкт. А вот и в этом-то и заключался основной грех первого человека. Я надеюсь, что вы понимаете, что, конечно, грех не заключался в том, что он там спушил яблочко. Конечно же, это не такой... То есть, если Тора хотела бы там показать как что-то такое ужасное, что он натворил, то она бы могла написать то, что там следующий был этап, как Каин убил Эвеля. Она бы сказала, что там Адам убил, например, своего сына, допустим. То есть, Тора могла это описать как что-то ужасное. Грех первого человека. А она описывает грех первого человека в принципе, как что-то очень такое детское, минорное. Такое, ну, скушал там яблочко. Да, да, и допустим, это не яблочко, там, как это... Откуда мы знаем, что это яблочко? Это так, это... Люди неправильно понимают Тору, переводят ее неправильно. Модельцы наши говорят, конечно, там нихуя не яблочко было, там всякие... Есть четыре мнения, что это был плод-запрет, запретный плод. Там есть мнение, что это инжир, что есть виноград, что это этрог, такой цитрусовый, или что это было... Это был хлеб. Хлебное дерево. Ну, мы-то не понимаем, что это такое. Но это все имеется в виду аллегории. В каждом этом... В каждом он что-то символизирует. Какая мне разница? Ну, так он скушал не яблочко, а съехал инжир. Ну и что? Не в этом дело. А инжир, виноград, эти четыре вещи, они дают какую-то определенную... они представляют какую-то определенную идею. Например, там виноград, он дает идею восприятия этого мира не так, как он есть. То есть вино, то, что делает человек, у него как бы в неправильном восприятии мира. А инжир, он символизирует удовольствие. А хлеб, он символизирует знание. Этрог символизирует праведность. То есть человек хотел взять что-то... Эти вещи... не в этом дело, что он там сел. Это разные пути, как человек неправильно мог воспринять этот мир. Но главная идея в том, что там он скушал, что-то сделал. Имеется в виду, что он... что он как бы как сказать воспринял что он скушал. У первого человека не было зубов. Это не то, что мы себе представляем. Первый человек это не был дядя какой-то с ушами и глазами. Это была идея. Наши мудрецы говорят об этом однозначно. Например, Абелезер говорит об этом в Медраше. Первый человек это не человек. Это мы называемся людьми, потому что мы являемся его потомками. На иврите человек называется Адам. То есть, неправильно сказал. Человек называется Бен Адам. А он назывался не человек, он назывался Адам. Понимаете, у нас нет слова, которое на русском языке, которое определяет кто он, кем он был. Мы являемся его потомками. Мы тут же говорим, а потомки, значит у нас есть тот же... И у человека, у первого человека тоже были гены, там у него были ресницы или козявки в носу. Мы сразу же это воспринимаем. На иврите слово сын это имеется в виду производное от. Это как бы следствие. Толдот Элу, толдот Адам. Толдот имеется в виду следствие. Как история, например, на еврите сказать слово история это толдот. Толдот Амисраэль. Так и говорят. Не говорят история Жилам Исраэль. А сказано толдот Амисраэль. Толдот Толада Еле Длида Это все производное. То есть мы называемся Бен Адам не в том смысле что наш папа был Адамом. В том, что мы его производны А он сам по себе конечно был не человеком в том смысле что мы представляем Он был идеей Вот эта идея которая решила этот мир расчленить Как она его расчленяет при помощи знания познания поэтому то что он съел с дерева как называется это дерево познания да это было дерево познания то есть он решил познать мир а что значит познать мир что имеется ввиду слово познать это это значит на него взглянуть со стороны подумайте вообще то что вы знаете есть есть разница принципиальная между знанием и осознанием или познанием это нет те же слова это не то же самое слово знание это имеется ввиду соединение ты что-то это соединяешься с этим ты 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 знаешь это становится частью твоего то что ты знаешь то что ты не знаешь это вне тебя а вот познание это когда ты находишься вне его вы вы ощущаете то что я сейчас говорю на русском языке вы понимаете эту разницу это это познаешь что-либо понятно что находишься вне того чего ты познаешь как говорил Сократ познай самого себя то есть взгляни на себя со стороны и вот грех первого человека это был в том смысле что он решил взглянуть на на сущее на все со стороны то есть он решил этот мир познать вот ты смотришь на него со стороны ты создаешь как бы две ипостаси два два измерения два разных понятия понятия ты и мир а до этого это было одно целое он себя ощущал как как сущее как мир как одно целое он так себя воспринимал как все одно я одно неделимое да так как вы себя воспринимаете как отделимое хотя вы понимаете что у вас есть скажем там рациональное начало и эмоциональное начало как у вас есть например левое полушарие мозга правое полушарие мозга и они действуют по другому мы понимаем что у нас есть разные аспекты нашей личности но тем не менее мы воспринимаем себя как одно целое да точно так же можно было воспринимать все все как одно целое а он решил разделить почему это он решил разделить это конечно это очень серьезный хороший вопрос но это следующий этап и это это очень хорошо то что он сделал почему это называется грех это еще вопрос тоже об этом нужно говорить но я хочу только сказать что что он сделал он разделил миры и вот когда он разделил миры это значит что он как бы вот это познание вот этот сам процесс разделения он его как бы воспринял в себя и вот это называется на языке Торы что он это скушал потому потому что что значит что кто так что то кушает кушать это значит ты берешь что-то из внешнего мира и превращаешь его часть в себя ты это поглощаешь я думаю по-русски тоже есть такое на иврите есть но по-русски тоже выражение что-то сделал ты ешь то что ты себе сварил есть такое выражение по-русски нет я хочу сказать другое что ты как бы воспринимаешь результат того как бы своих действий ты себе сварил эту историю ты себе сварил эту кашу ты ее сам себе вот сейчас ты в этом смысле ты заварил да заварил кашу и сейчас ты получаешь это как бы ты ешь это да вот в этом смысле на иврите тоже так говорят ты как бы ты по-русски говорят ты пожинаешь плоды своего еда пожинаешь мы понимаем что никто не пожина имеется ввиду в этом аллегорическое выражение что ты ешь то что ты сделал ты съедаешь то что ты сделал и вот в этом отношении человек съел этот плод познания и когда ты ешь этот плод познания то тогда только ты начинаешь воспринимать мир как добро и зло а до этого ты не воспринимал как добро и зло то есть когда мы знаем что есть добро и зло только тогда когда мы находимся вне этой системы мы можем отценить со стороны у нас появляется как бы некоторые моральная оценка и оценка может быть как я уже сказал только извне и вот в этом смысле Тора объясняет говорит что он съел плод с дерева познания добра и зла и и тогда то есть это все каждое слово это слово код в каждом слове есть определенная идея на иврите это все не просто такие слова там дерево что такое дерево что такое на русском дерево дерево все понимают а на иврите это связано с понятием сущность эц эцем эц то есть он познал сущность добра и зла при помощи его разделения этого мира на на разные его аспекты вот это называется что он грех первого человека и вот когда ты воспринимаешь мир как разный на его разных уровнях как разные его аспекты то тогда переход из одного уровня в другой становится трагичным во всяком случае даже если он не трагичным он должен стать он должен быть потрясающим поэтому и роды тоже потрясают человеком женщина не может родить просто так даже если она там уснула и проснулась после кислородов сечения ей говорят поздравляю вас вы стали мамой тем не менее все процессы беременности и так далее и так далее подготовки это все делает потрясение ее тело чувствует что произошло какое-то потрясение и так далее то есть вся ее физиология меняется после родов и так далее это всегда потрясение то есть вход в этот мир и выход из этого мира должны потрясать потому что мы их воспринимаем как отдельные уровни все что да 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 хорошо хорошо правильно теперь что же нужно делать в такой ситуации и вот Тора нас учит как как воспринимать этот мир как одно целое вот когда мы учимся его воспринимать как одно целое то переход из одного мира в другой он перестанет быть таким травмичным травмирующим да травматичным да то есть конечно же здесь не не идет речь о том что там вот он понял и сейчас ему все хорошо для каждого человека смерть это ужасно это страшно и так далее но это потому что мы как я уже сказал мы производные вот этого общего сознания которое называется Адам и вот когда мы изменим свою свой взгляд на мир мы будем меняться то и общее наше осознание изменится и тогда и тогда человек перестанет бояться смерти для него для него переход из тела в его осознание будет совершенно травмичным так же как нам сегодня мы переход скажем из нашего детства юношества во взрослую жизнь она тоже там непростое но мы не плачем нам это не сложно мы не скучаем за своим телом или детством всякие нормальные люди которые выросли в хорошем воспитании нормальном воспитании то они не скучают за своим детством у них были там какие-то вещи о которых они радуются вспоминают хорошие такие какие-то там но они не живут детством это человек который скучает по детству у него инфантильность называется мы не хотим вернуться назад мы не хотим туда идти в садик хотя у нас тогда было одно иное тело мы просто не обратили внимания на этот переход но каждые 25 лет человека меняется все его клетки и так далее у нас сейчас другое тело если посмотрите на фотокарточки не всегда вы можете увидеть что это тот же ребенок не всегда вы можете узнать его если вы не знаете кто это найти его не всегда просто то есть мы меняемся для нас это не какое-то там потрясение точно так же когда ты сможешь идентифицировать себя со своим сознанием то потеря своего тела оно не будет таким травмичным травмирующим оно не такое страшное потому что ты понимаешь что ты не тело так же как ты не мальчик 10-летний который ему было 10 лет тогда или 5-летний почему мы не туда не плачем у него потому что ты себя с ним не идентифицируешь а мы да себя отождествляем вот с этим вот поэтому так мы боимся смерти а когда сознание изменяется и ты ставишь как бы центр тяжести своей личности на на своем скажем назовем это душой да на своей душе то сознание оно вечное ему не нужно умирать умирает материя потому что она по сути не может быть вечной осознанию и не нужно умирать нет нет по-русски сказать блай такой нет снос не снос как это когда снос когда используешь часто перестает блай есть такое слово блай по-моему снос когда стирается что-то ты много-много этим пользуешься износ да износ в сознании нет износа ты можешь этим пользоваться вечно бесконечно и вот и вот это это не секунду Продолжение следует... Да, так. И поэтому мы... И поэтому мы, в принципе, учимся... Это одна из основных идей иудаизма. Мы должны сделать так, чтобы мы умели, учили знать, как воспринимать этот мир, действительность каждого себя, каждого другого, как одно целое. То есть учиться смотреть в суть, не на явление, а на сам феномен. То есть проявление – это вещь не так уж важная. Это средство, при котором главное – это создать, как бы встретиться с феноменом, а не с его проявлениями, а с самой сутью. То есть когда ты живешь сутью, и ты пользуешься телом, пользуешься разговором, вещами и так далее. Вот это, в принципе, вся идея митсвот. Когда мы исполняем какие-то заповеди, то мы при помощи этих митсвот мы концентрируемся на сути. Вот на это направлен иудаизм. И если мы сможем как бы перейти в мир сущностей, то тогда и физический мир тоже меняется. Я понимаю, что это немножко кажется так, как истории, как сказать, сказки, как сказка. Но люди, которые знают и понимают вещи современной физики, все это знают. Что наш мир и материя зависят от человеческого сознания. То есть тот, что наш мир выглядит таким образом, а не иным, это потому, что есть у нас такое сознание. Это вещи однозначно сказаны, доказаны много раз. Будь то это те и Канта и Махшмо, которые говорили о приорном мышлении. И то, что мы воспринимаем мир так или иначе, это потому, что у нас, это не потому, что мир такой. Понимаете, то есть люди по ошибке думали, что наш мир это некоторая данность. И вот он такой, потому что так мы, вот он так, то ли его Бог так сотворил, то ли он сам так сотворился, неважно, это уже не зависит от религиозного и нерелигиозного человека. Но мир некоторая данность, это объективная реальность, которую человек воспринимает, или плохо, или хорошо, воспринимает. Вот этот вот подход, это подход примитивный, детский немножко, это подход, который больше характеризует старую физику, до квантовой механики. Это такой немножко простецкий такой, профанизм такой, профанация такая. На самом деле все это, все уже понимают, знают, что мир является отражением того, что происходит в сознании человека. Если кому-то это интересно, можете посмотреть, есть такое понятие антропный мир. Нужно разделить, есть такое антропия, есть энтропия. Энтропия, на английском энтропия, это имеется ввиду, что это распад, то есть это второй закон термодинамики, закон о хаосе, о том, что все распадается. Это называется энтропия. Я не знаю, по-русски точно сказать, но на английском это энтропия. А вот есть другая идея, которая очень похожа до слова, поэтому это объясняю, называется она антропия. Антропия, это происходит от слова человек. Антропус, да, антропия, это человек, то есть имеется ввиду, что мир сотворен, это идея очень серьезная в науке сегодняшней, которая говорит, что наш мир существует, он сотворен в соответствии, для того, чтобы человеку здесь была возможность существовать. Это слабая антропия, есть несколько, слабая, средняя и сильная антропия. Слабая антропия имеется ввиду, что мир был сотворен или сам собой так получилось, то есть есть некоторый какой-то общий такой случай. Но так, чтобы дать человеку возможность существовать в этом мире, таким образом были созданы все законы. А сильная антропия говорит, что у человека есть возможность, он просто таким образом творит мир, он влияет на него в соответствии с его познанием. И поэтому я возвращаюсь, говорю еще раз эту идею о том, что когда наше сознание будет одним целым, то физическая реальность, то есть, другим словом, объективный мир, который находится вне нас, и наше тело, и все, что мы есть, все изменится и примет другую форму, какую мы не можем знать, не понимаем, но будет другая форма. И вот это имеется ввиду то, что называется воскрешение из мертвых. Мы не думаем, что в будущем люди начнут копать из земли, появятся какие-то костлявые руки, будут зомби ходить по улицам и кляться такими черепами и так далее, и так далее. Это все эти голливудские детские сказки. Когда иудаизм говорит о воскрешении из мертвых, не имеется ввиду, что ваша бабушка, прапрабабушка придет в одежде 18 века, постучится в дверь, или что-то такое. Это все детские сказки. Имеется ввиду, что материя примет иную форму, и тогда переход из мира в мир, он будет не радикальным, не травмирующим, таким, как переход, скажем, из детства в юношество, из юношества во взрослый мир. То есть это будет переход, и таким же должен был быть переход, как мы начали наш урок сегодня, с перехода Адама из сада в рай. Вот этот переход должен был быть радостным. Вот эта радость, она и называется смертью. И все были бы так рады, как это все хорошо, как здорово, вот он умер, вот молодец, как прекрасно, как прекрасно. Все хорошо, да? А вот это разделение между миром дало нам этот переход, сделало для нас его трагичным. И поэтому мы говорим, вот там ужас, он умер. Почему ужас? Потому что мы перестаем его воспринимать. А представьте себе на секунду, что вы бы могли продолжать находиться в связи с человеком, который умер, но связи полной. То есть, ну там, мужу и жену не хватило бы их тела один к другому. Но в основном наши отношения с другими людьми, они не телесные. Мы любим там своих детей, своих родителей не телесным образом. Да, конечно, нам хочется обнять, допустим, да. Но в принципе, главное наше отношение, они, отношение сознаний. И сознание может быть настолько сильно развитым, что ты его будешь воспринимать и телесным образом тоже, как бы, да. Поэтому тебе это не нужно будет, это тело. И вот этот переход, он будет только вызывать радость, только счастье. В принципе, на это и направлен иудаизм. К тому, чтобы научиться расширять свое сознание, воспринимать мир на разных уровнях, понимать суть вещей, жить в мире идей. И ты, конечно, его выражаешь тем, что ты даешь, там, милостыню, или ты, там, накладываешь тфелин, или ты, допустим, там, ешь мацу, или, там, строишь суку, допустим, да. И всякие, там, заповеди, которые есть в иудаизме. Но это все действия, которые направлены на то, чтобы создать нам иное сознание, иное восприятие мира. Теперь, вот именно поэтому, чтобы мы знали, что тот уровень, на котором мы находимся с вами сейчас, сегодня, это уровень не идеальный, это уровень плохой. Это не та ступень, на которой мы должны находиться. Для этого существует трагедия смерти. То есть, смерть, это как бы наше лекарство. Потому что нам это больно, и мы не хотим ее. И вот из-за того, что нам это болит, нам горько, мы кричим, нам это ужасно. И вот поэтому мы хотим, таким образом, как бы протестовать против того разделения между этими мирами. И вот эта наша боль, и эта трагедия, этот ужас смерти, это нам подчеркивает каждый раз заново, что мы живем в неправильном мире, что это ненормальная ситуация. Понимаете, если бы, не дай Бог, не было смерти, то что произошло бы здесь? Представьте себе, как бы выглядел этот мир, если бы никто никогда не умирал. Это же, я не говорю, там, о перенаселении, там, нет еды, все, ничего, нечего было бы кушать, там, я не говорю про эти вещи. Ну, допустим, можно было бы решить эту проблему. Я не про это говорю, я говорю по сути. Представьте себе, человек, который никогда не умирает, это же какой ужас. Почему это ужас? Потому что ты все время находишься здесь, и никуда ты отсюда не уйдешь. Невозможно отсюда никуда вырваться, ты только здесь. Как-то я вам приводил этот пример, но я еще раз вам скажу. Здесь в Израиле есть тюрьма, которую сделали из нее музей. Это была тюрьма, комната, где казнили людей. Это английская тюрьма, и там вешали людей. Это было, я не знаю, как по-русски это сказать. Это когда, да, это... Где он... И когда создалось весь государство, в этой тюрьме было очень много израильских патриотов, которые боролись с англичанами. Англичане садили их в тюрьму и казнили их там. Казнили в этой тюрьме. Это здесь недалеко, это находится здесь, там, полчаса идти пешком отсюда. И вот из этой тюрьмы сделали музей. И сегодня ты идешь в этот музей, ходишь, смотришь и видишь там это место, где... Как по-русски говорить, такое место, где вешали... Весилица. Весилица. О, эшафот, да. Спасибо. С эшафотом там, все-все-все. Это не, это как бы не заново построили, это оригинально. Все как было. Все-все-все-все. Возле единиц? Да, возле... Это... И... И люди ходят туда, платят деньги для того, чтобы быть в тюрьме. Потому что там находится час-другой и уходишь. А если ты там находишься бесконечно, или там, годы, то это становится ужасно. Та же ситуация. Понимаете, ничего не изменяется. Изменилось только время. Вот мы в этой комнате сидим, разговариваем, нам хорошо. Представьте себе, мы здесь находимся неделю. Понимаете, что здесь будет ужас. А если месяц, начнем есть друг друга. Более не менее. То есть проблема, это не жизни, а что она никогда не кончается. Вечность. Ты всегда находишься в этом же мире. Вот это тюрьма, это какой ужас. Поэтому Рав Кук пишет, что если бы не было смерти, не дай бог, то люди бы искали, делали бы все, все, вся их, весь их мозг, все было бы направлено только на одно. Как это прекратить? Как сделать так, чтобы привести смерть в мир? Мы бы делали опыты, искали все возможности, научно-исследовательские институты, устраивали бы все возможности. Вот как это можно закончить? И вот, и поэтому, и поэтому, когда, когда есть смерть, это такая благодать, это какая. Но человек по ошибке может подумать, что он хочет оставаться здесь, он не хочет никуда идти. И что ему, ну, так миры разделились, разные там стали аспекты. Такое, сейчас стало ужасно, что там переход из сада в рай, это он стал травмичен. Не страшно, нам и здесь хорошо. Понимаете, человек может радоваться то, что он живет в тюрьме. Хоть какое-то определенное время. Там дети, которые рождаются в тюрьме, были такими, в России были такие ситуации. Да, дети рожались, продолжали жить в тюрьме, они не знали, что они в тюрьме. То тогда, в такой ситуации, это было бы плохо. Поэтому Всевышний дал нам, как бы, это ощущение горя, когда кто-то умирает. Мы против этого, мы боремся с этим, мы не хотим. Это ужасно, это очень плохо. И вот мы, как бы, протестуем против этого, не хотим этого. И таким образом мы можем искать выход к созданию или к общему сознанию. Вернуться к тому единству, которое было в мире, до того, как человек его разделил. И вот, в принципе, на этом мы работаем. Мы учимся, как осознать. И тогда мир будет выглядеть по-другому. Да, но теперь уже, после этого познания, мы что-то получили от этого. Мы не сожалеем о том, что сделал человек. То, что он, этот Адам, это очень хорошо то, что он сделал. Но сейчас, после этого разделения, мы хотим его обратно соединить. И вот, когда мы его соединяем, то таким образом смерть уходит, перестает быть плохой. Она становится добром, становится хорошим. И мы ей будем радоваться. Потому что не будет, не будет, как сказать, когда есть разделение, такое, да, как бы, нетик, как разрыва, да. Не будет разрыва между нашими душами, нашими сознаниями. И тогда мы будем жить вечно. Потому что нам, тогда мы не будем в тюрьме. Потому что сознание, у него нет границ телесных. Почему у нас здесь будет плохо, если мы будем жить миллион лет, да, в этом теле? Потому что тело ограниченное, мозг ограничен, а сознание, оно безконечное. Поэтому нам будет очень хорошо, когда мы будем умирать. И на этой оптимистической ноте мы остановимся.